Привет друзья! В этом видеоролике будем разблокировать Redmi Note 6 Pro от Mi аккаунта с помощью специальной патченной прошивки с замороженными сервисами. Для этого нам надо разобрать телефон, снять с него заднюю крышку. Итак, извлекаем сим лоток, отщелкиваем крышку по периметру и далее снимаем крышку. Осторожно, не порывте шлейф сканера отпечатков пальцев. Далее нам понадобится Octoplus of RpTool, так как для прошивки этого аппарата нам нужна авторизация. Выбираем бренд Xiaomi и модель Redmi Note 6 Pro. Нажимаем три точки и выбираем файл прошивки из папки Step1. Ссылка на прошивку будет в описании к этому видео. Выбираем первый файлик rawprogram 0 и указываем путь ко второму файлику patch0.xml. Нажимаем ok и нажимаем на кнопочку write firmware. Нажимаем ok. Программа предупредила нас, что понижение прошивки убьет телефон. Замыкаем testpoint пинцетом и подключаем к компьютеру кабель. Программа скачает с сервера кое-какие файлы для загрузки телефона. В следующем окне можно выбрать какие разделы шить, а какие нет. Просто нажмите ok, если хотите прошить все разделы. Вы спросите меня, зачем шить какую-то прошивку, если Octoplus и так поддерживает данную модель. Я пробовал разблокировать этот телефон с помощью Octoplus FRP Tool и после разблокировки, во-первых, у меня перестал работать Wi-Fi и датчик приближения, а во-вторых, Octoplus не умеет замораживать Mi сервисы на MIUI 12. Первая часть прошилась, нам надо указать путь ко второй части прошивки. Указываем папку step 2, raw program 0 и файлик патч из этой папки. Снова замыкаем testpoint на телефоне и подключаем кабель к компьютеру. Нажимаем кнопочку write firmware и здесь подтверждаем, нажимаем ok. Сейчас прошьется раздел FRP и раздел persist. В разделе persist как раз таки хранятся mac адреса Wi-Fi и Bluetooth. Также информация о калибровках датчика приближения и запись о блокировке по Mi аккаунту. Теперь подключаем аккумулятор, запускаем телефон. Первая загрузка будет долгой, около пяти минут. Первоначальную настройку я немножко ускорил, так как тут ничего интересного. Вот на этом моменте я вам рекомендую отключить автоматическое обновление на всякий случай, чтобы телефон снова не заблокировался. Кстати, данную прошивку можно ставить как на заблокированный, так и на разблокированный загрузчик. Из недостатков только отсутствие Mi сервисов. На этом все. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо за внимание. Всем удачных ремонтов.